Привет, у меня новая неделя, начинается свой влог, и почему-то я при детстве своё решила начать с вами на самуфере. Ну, такое настроение у меня. Так себе, знаете. Ну, и догадайтесь, кто? Юли, конечно. Что мы будем делать, догадайтесь? Жрать, конечно же. Гаравейвы. Гаравейвы нам должны наплачивать. Лазанья с брокколи, а у Юли брокколи и курочка. Красиво, здорово выглядит. Взяли кофе-тоник. А, луки наши сегодняшние. Луки вот такие. И мы с Юлей идём ко мне, сейчас мы немножко посидим. Юля поедет сегодня к врачу консультироваться по капу. Прикиньте, Оля меня как вдохновила. Переволос я подавила слов. Спасибо. Да, скоро будем все с ровными зубами. Привет, у меня вторник, я сегодня была усердным работником, поэтому весь день я выходила даже на связь. И сейчас у нас уже начало восьмого, и я иду встречаться с Сашей. Хотела взять очки, думала, солнце не будет, а солнце есть. И такое сильное. Я встречалась с Сашей. Мы вообще шли в одно место. Сейчас идём, нас поставим в другое. Да, мы зашли, а там оказалась бронь. Ну, записали наш телефон, и нам сказали, что, наверное, через час нам могут только позвонить, и это слишком долго. Поэтому мы сейчас походим, погуляем, и, может, куда-нибудь в другое место сядем. Мы, как всегда, почему-то, как с Сашей, не встретимся, мы всё время на Таганской, в этом районе. Это наш район, с Оликом. Тут нашли какое-то место. Непонятно. Непонятно. А мне кажется, я даже знаю, что это. Хотя не факт. Не знаю. Не, не знаю. Но пойдём, посмотрим. Сделаем вот эта дорожка, вот эти вот перильца, чтобы не упасть. Мы дошли до Яузи. Это ещё одно место, бар, ресторан. И нас туда тоже не пустили, потому что... Там частное мероприятие. Какое-то там частное тайное мероприятие. Короче, что творится? Мы идём на вина, я думаю. Да, мы сейчас дойдём пешком, идём на вина. Простой дел. Я чувствовала. Саша, вообще, вон, смотрите, какой тяжёлый пакет. Present Simple. Да. Present Simple, Pask Continuous. Мы обсуждаем, где продавать мои чокеры. Ребята, если у вас есть идеи, напишите под этим видео. Да, напишите в комментариях, где продавать мои чокеры. Дошли до Кида-Города. Идём в следующий ресторан нашей программы. Мы идём в охотку. Я почему-то подумала, что мы сначала в Блан зайдём, проверим, что нас не впустят туда. Но пойдём сразу в охотку, ладно. Там есть шансы, что нас пустят. Да. По старым улочкам такие-то домики и садик. Тоже реставрируют дом. Александра идёт. Мы дошли. У меня такой картофель фри. Просто видите, что из-подачи мазят в ракушки. Мне плохо. Мне плохо. Здесь можно написать открытку. Саша сейчас будет писать. Саш, кому напиши открытку? Своему мужу. Мужу. Саша... Вообще Саша не замужем. Так что подписчики, обратите внимание, пожалуйста. Такая женщина. Свободная. Пока ещё. Пока ещё, да. Может быть, она вам пишет это письмо. Вот здесь можно взять открытку и написать. Я иду на обед. У нас сегодня просто такая знойная шара. 27. Мне кажется, на солнце все 30. Начали в топите, в шортиках. Но я могу сказать, что всё равно достаточно жарко. Мне пришла Наталья. Я вам Наталью долго не показывала вообще. Это мой старый друг в плане того, что мы с ней долго дружим. С пяти лет или шести. Да. Да. Ну, мне было пять, Наташи шесть. И, в общем, да. Мы так долго дружим. Растём вместе. Едим вместе. Ничего я не засняла. Вот мы пообедали. Вот что осталось после нашего обеда. А вот лимонад вкусный. А я, как всегда, выпила просто супер горячий кофе. Мне очень нравится. Плюс 30. Себя испытывать. А что, двойное похудение? Жир уходит и вода вытекает. В метро дедушка продавал ромашки. А у меня даже налички нет. Надо снять. Я вообще его видела и в том году он стоял, продавал цветочки. В этом году надо купить себе на кухню поставить. Я же сейчас работаю на удалёнке. И у нас же всё автоматизировано. И нужно распечатать заявление на отпуск и от руки подписать. И я долго думала, что, блин, у меня есть принтер, но мне его неохота вытаскивать. Как мне вообще распечатать это заявление? Может, в копирку пойти или кого-то попросить? А потом я вспомнила, что можно по старинке заявление на отпуск написать от руки. Конечно же, сегодня я не могу себя лишить десертом. Поэтому я в кофиксе взяла, знаете, как это называется? Есть медовик, а это лимоник. Мне кажется, что он не такой, естественно, классный, как десерты из вкусвилла. Но мне было так тяжело зайти в магазин, далеко идти до вкусвилла. А ещё нигде не продаются спички. Всё. Мы теперь не пишем заявление на отпуск от руки, не пользуемся спичками. Ты голодный? Ты что, голодный котик? Или ты хочешь, чтобы тебя салфетки вогнимали и гладили? Десерт оказался в самый раз. Мне понравилось. Знаете что? Просто шорты, просто футболка, просто сумка и всё. Лето, я так тебя люблю. Это был мой самый быстрый поход в Ламодову. Я выкупила из 10 позиций 9. Ну, там были такие штуки, которые можно не примерять. Ну, платье, как всегда, я не взяла. Даже неудивительно. Зато взяла чёрный топик. С белыми майками у меня как-то не дружатся, потому что я две новые майки уже заляпала, и они не отстирываются. Думаю, что с ними делать. Жарко. Я ещё взяла смузи, сейчас выпью, потому что я иду на вокал. Сильно есть нельзя, потому что петь не смогу. И голодной быть нельзя, потому что тоже петь не смогу. Показываю свои покупки и бегу на вокал. Вот такой вот топик. Селла. Да, вискоза и эластан, по-моему, там составят. Шарфик. Я на него давно смотрю. Он прикольный. Он такой четырёхцветный. В нём четыре таких квадратика, и можно, в зависимости от настроения, создавать себе луки. И фирмы Руксара. Я покупала их очки, и сегодня я купила себе каф. Очень прикольная упаковка. Вот видите, там подушечка. Смотрите, какой прикольный. Это луна и звёздочки. Я, правда, никогда кафы не носила. Я не знаю, как его впендюривать на ухо. Да, вот так вот он будет смотреться. Очень красивенько. Я люблю пасту, у нас такая же жара. На окна надо закрывать, чтобы кот на дулох не застрял. Иначе я всё же себя винить буду. У меня, короче, после вокала стресс это случился. После записи ей жары. Мы сегодня просто когда занимались, и нас плюс 30, было так жарко. Мы потом включили кандей. Но всё равно у меня просто... Мы когда делали упражнение на дыхалку, я задохнула, что мне казалось, что я упаду в оборок. Майчик, оливки жарко. Он здесь вообще первый раз в жизни лежит. Никогда не видел. Он у нас 29. Ты мой хороший. А батарея-то тебе не горячая? Батарея тёплая. Зачем ты здесь лёг? Привет, сегодня пятница. Сегодня очень тяжёлый день. У нас тучи и какое-то давление, что ли. Не знаю. Я иду в театр. Честно, если бы не до лета, я бы осталась дома и лежала. У нас сейчас ещё и гром стучит. Но самое главное добраться до театра, и там уже дождик можно спокойно пережидать. Вот такие у нас тучки. Мы доехали до Арбата. Вообще мы не знаем, куда идти, но мы подумали, что нам в этот театр. Ну, потому что есть театр-филиал на Кузецком мосту и есть на Арбатском. Я прочитала. А, именно театральный. Мои коллеги вам поют. Настя, тоже, кстати, поют. Настя, мы же тоже встанем здесь и будем петь. Ну, встанем. Да. Билеты в театр надо отрабатывать. Да. Мы дошли и вроде сюда, потому что здесь написано. Нет, не то. Вот что-то проесеннее, но там написано, значит, это как нам. Всё-таки мы пришли в правильный театр. Хорошо, что мы не нервничали, но мы всё поняли правильно. Надо сюда это зеркало сфоткать. Настя предлагает в таких костюмах элитную работу. Мне очень нравится. И корону ещё не забыть. Мне вот нравится вот это своротничко. Мы вот сели. Мы вообще, конечно, вверху, но в принципе видно хорошо. Это я стою, а вот так я буду сидеть. Ну, опять голова, наношу. И уже говорю я не вами, а в чужой их охочущих сброс. Ничего я споткнулся, а камень. Это к завтрашному всё заживёт. На сантрак. Ух, я могу не сорвать. Да, на сантрак. Пойдёмте в туалет. Как всегда, мы как всегда по тому же сценарию. Представляете, нас в сал мы хотели искать с водой. Ладно бы там с пивом не пукали, с мороженым, но с бутылкой воды. Ну, то есть попросили её убрать, но это как-то странно, да? Что не искать предметом жизнеобеспечения. Это сессия на зеркале. Как всегда. Я вернулась домой, уже время 11. И хочу быстро, пока свежи воспоминания, рассказать свои впечатления о спектакле. Спектакль мне очень-очень-очень понравился. Я вообще не ожидала. Почему? Во-первых, женщина Есенина. Да, уже понимаем, что это про личную жизнь Есенина. А все мы знаем, какой был Есенин, с какими пагубными привычками, с абьюзерством. И я переживала, что я буду триггериться так же, как и на Карениной. Но в Карениной всё-таки оказался поверхностный сюжет, облегчённый. Здесь сюжет тоже, конечно же, про глубоко травмированных людей, про то, как Есенин держал огромную обиду на мать. В женщинах в первую очередь, да, проигрывал сценарий со своей матерью. Но классно меняются декорации. Очень просто, безумно красиво. Актёры двигаются неимоверно пластично, динамично. Для меня очень важна динамика. Если картинка не меняется, я начинаю засыпать. Мне становится вообще скучно, сонно. Свет прекрасный. Видно, было нам тоже хорошо. Хоть мы и сидели... Берегитаж у нас, по-моему, был. Я везде хотела спать. Я проснулась и очнулась на этом спектакле. Поэтому ставим лайк. Конечно, отношения к жизни его... Да, там, он абьюзер, его женщины-жертвы. И они так хорошо мэчились. То есть просто парочки находили друг друга. Это удивительно. И так же в жизни тоже происходит. А всё начинается с родителей, как всегда. Тьфу. Всем к психологу, друзья. Психолог вам поможет. Всё, я пошла есть дыню. И собираться спать. У меня выходной, суббота. Я еду встречаться с Наташей. Мы сегодня пойдём в ГЭС. У меня опять сонное состояние. Я хочу спать. Я никуда не хочу идти. Что такое? Наверное, нужно, может, сходить к терапевту. Сдать какие-нибудь анализы, гормоны. Но мы на следующую неделю прилетаем в Грузию. Я думаю, что я после Грузии займусь здоровьем. Может, мне просто нужно, правда, в отпуску сменить обстановку. Если нет, то тогда надо будет что-то делать. Мы нашли арт. Мы вышли с выставки. Там так было холодно. Я пью с моего горячего капучино, конечно же. Ну, Таша, тоже капучино. А, вон капучино 200. Всё, мы на улицу пойдём. Мы пофоткались по этой аллейке. Мопухи. Берёзовая роща, моя любимая. Я здесь была, по-моему, осенью. Или весной. Вообще. Так, дремляничка растёт. Реально. Просто эко-центр в центре Москвы. Я нашла мудрую мысль. Вот он, круговорот жизненный. Единственный арт, который нам понравился сегодня, это вот эта вот блестящая штука, вдохновлённая Филиппом Киркоровым. Мы пришли в Лина на заслуженный обед. На обед и ужин. Нам привезли пиццу с мортаделлой. Моя сон, моя любимая пицца. Ну и, конечно же, томатный суп. Это вообще хрустно. От вам всего. Мы вышли из Лина. Очень вкусно поели. Очень душевно посидели. И сейчас мы, как у Костожники, гуляем. Вот здесь училась Наташа. Это институт лингвистический Морриса Тереза или какого там? Да, государственное лингвистическое университет. Мне всегда нравилась Моррис Терез или Тереза. Это она? Нет, это он. А, это он? Вот. Здесь я. Мы еще гуляем. Прошли по Пречестинке. Вообще мы ищем живую музыку. Но пока не можем ее найти. Ну, в принципе, сходить куда-нибудь, может быть. Послушать ее на какое-то такое мероприятие. А пока мы гуляем, потому что погода очень хорошая, очень теплая. Мы поели. Это я уже рассказала. Когда я вижу камеру, у меня сразу с головы все выпадает. Я сейчас софетку несу. Из Алиночки. Ой, молодежь, конечно, по дороге едет. Машина. Мы пришли в Лаврушинский, да, по-моему, этот переулок, где находится Третьяковская галерея. Это мы уже до Замоскворечья дошли. Здесь так тихо, спокойно. И пахнет очень вкусно летом. Нашла этот лимонад лапочкой. Пошла я с рынка. Купила абрикосы, помидоры и клубнику. Клубнику сейчас и съем. Персики что-то не хочу. Они какие-то в прошлый раз были деревянные. Сейчас мне не понравилось. В общем, есть настроение какое-то не очень. Пойду домой. Мне нужно сходить в Битховен. Надо коту купить лекарства. И что-то в нашем Битховене нет его дозировки. Сейчас остальное в другой. Либо буду в интернете заказывать. Ура! Я зашла в Азон и взяла себе линзы. Сегодня в Азоне был абсолютно ужасный ядечка. Обычно там мальчик хорош сидит. Мне кажется, он вообще там практически год работал. Может, он в отпуск уехал. Возвращайтесь быстрее, пожалуйста. Я такая говорю. У меня бокс бери. Он мне говорит. Последние четыре цифры заказа. А у меня последние четыре цифры заказа. Двадцать... Двадцать три. Год. Я говорю. Последние цифры заказа. Или код активации. Я же сказал. Последние цифры заказа. Господи. Ну не говорите так людям вообще. Сразу как будто бы... Кто так говорит, как будто вы считаете остальных дураками и тупыми. Можно же просто быть клиентоориентированным и сказать. Четыре цифры именно заказа. И всё. Я так не говорю. Знаете, в моей работе постоянно кто-то что-то переспрашивает. И просто нужно набраться терпения и понимать, что человек, блин, не каждый день приходит и заказывает в Боксбери. Каждый час. У него нет ещё опыта. Вот. В общем, разозлил меня. Тьфу. У меня выходной. А это значит, что по традиции я его провожу в июле. Я приехала. Солнце палит. Хорошо. Пробираюсь сквозь дебри ёлки. Такое солнышко. Так жарко. Знаете, я всё никак не могу выйти из своей спячки. Я опять хочу спать. Хотя я выспалась. Вообще, я тут приехала и сижу, жду Юлю в саду. У меня там свои дела. Мы направляемся в магазин за моей любимейшей. Просто здесь самое лучшее в мире, в жизни сосиска в тесте. Даже так? Да. Ну, потому что я её ем тогда, когда очень сильно хочу есть. Поэтому она для меня самая лучшая. Я тоже сильно хочу есть, но я буду держать последнего, чтобы её не взять. Держись. Мне тоже. Мне можно. У меня глутен. Глутен фри. Фо фри. А у меня глутен фул. Вот. Или как это? Ты ешь за меня. За твоих ешь. Я и за вас съем. Какой вайб. Смотрите, это прям как будто бы усадьба. У меня гречка хлеб дома. О, гречка опять? Да, я Олзе уговорила не брать сосиску. Сделаю сейчас вкусняшку. А я так рекламировала эту сосиску. Ну, взяла мороженое. И огурцы. И чипсы еще. Но это не чипсы, это тортили. Так все нормально. А они же глутеновые, нет? Нет. Смотрите, какая клумба красивая вообще. Можно попортиться с цветами. Нам за 30, нам уже можно с цветами портиться. Так что можно. И видео сделать. Да. Притомные танцы. Ну, вообще, у меня влог называется влог «Своя в доску». Да? Ну, я так думаю, что типа я такая вот вся своя, и вы можете со мной дружить, и как будто бы вы со мной идете и с Юлей. Тобик. Тобик так счастлив, так рад, что я приехала. Ой, давай, попрыгаем, попрыгаем. Или ты просто хочешь, чтобы тебя погладил. Вот так он ложится, и все, гладь меня. Вы только посмотрите на этот обед. Ну что ж, займемся любимым делом. Это загорать. Перфекто. Белиссимо. Ой, тебе помочь? Вау. Класс. Ого, и еще. Надеюсь, на нее Тоби не писал. Ну. Ммм, сладенькая. Писал. Тут еще есть. Все, я могу. Блин, я в прошлом году не помню этих ягод. Мне тоже кажется, что их не было. Может, она через год светет. К нам пришла мама-кошка с котятами. Какой он красивый, все побежал. Представляете, мы с Юлей сидели в саду, загорали. Пришел Джек и закрыл нас изнутри. Теперь мы с Юлей остались в саду. И Джек уехал на сколько? Часа на два, наверное. И мы здесь... Не, на час. А, на час. Ну ладно, час в саду неплохо. Ладно, спокойствие, нирвана. Так случилось. Что мы можем изменить в этой ситуации, в своем состоянии? Ничего. Мы решили, пока мы в ожидании прогуляться. Идем по нашей дорожке. Там пляж. Ладно, не упасть. О, друзья, а я уже дома. Быстро уехала от Юли. Сейчас зашла во вкус Вилл. У меня есть классный авокадо. И я сейчас себе буду готовить. Угадайте, что? Конечно же, салат. У меня нет мягкого сыра, но у меня есть твердый, который нужно доесть. Поэтому сейчас будет просто пушка бомба. Я очень голодная. Перележали немножко на солнце. Я сначала хотела купить себе лимонадик. И потом подумала, ладно, у меня есть дыня. Но я на всякий случай взяла себе мороженку сладенького. Друзья, спасибо большое, что посмотрели мой влог. До следующей недели. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok